Доброго время суток, уважаемые любители шахмат, с вами Шахматный Феникс И мы продолжаем турнир Разбирать турнир в Риге И четвертый тур у нас На очереди Да, после долгого перерыва Моим соперником был Латыш, с такой вот достаточно Трудно произносимой фамилией и именем К сожалению, ты не пошел Е4 Он не смог тебе ответить Е5 И на коне в 3 он бы с удовольствием пошел в 5 Кай, я в этом сомневаюсь Учитывая, что при подготовке я смотрел Я видел, что на Е4 он играет Е6 Французскую Мой фирменный ход Ф5, и на мой взгляд Ф5 это уже неточность Вот есть латыши, вот они такие, да? Ну да В данном случае латыши оказался Латышом, а каким-то голландцем Ну вот так, голландское Голландское быстрение после коне в 3 На мой взгляд просто Недостаточно Убедительное, потому что у белых Есть очень сильное возражение от Д3 Я же не знаю, как здесь уравнивать То есть На самое естественное коне в 6 Следует Е4 И в случае двойного взятия То тут у белых Очень большой перевес Практически решающий уже В одном из турниров наших Внутри Внутри Группных Удавалось Удалось получить такую позицию И выиграть достаточно легко У черных, конечно, есть Более сильное возражение В частности Вот то, как сыгранную Спернику этой партии Но и даже здесь После Е4 Е5 Конь Ц3 А тут вот Опять же В случае напрашивающихся С ходом в конце 6 Или конь Ф6 Белые просто бьют Слоны Ф5 Д4 И на Е4 Теперь есть ход Д5 Важный промежуточный У белых очень большой перевес Фактически решающий Ну От хода коня Конь приходит на Д4 Ну и видно, что позиция черных Крайне Невыразительна Да, на коне Ф6 То же самое Крайне Прощение Опять же бьем Бьем Д4 И тут Помимо в том, что на Е4 Есть ход коня Ф4 И ферст не может забрать Наш4 через коня Ну и теперь на любой отход Слону То есть Например Слон Д7 В белых есть ход Ф3 И довольно большой перевес В белых Это гамбитная какая-то игра получается Да Только в белых ничего не пожертвовали Поэтому Эмбит без жертв Мой любимый вид гамбита На самом деле И вот именно поэтому Ход конь С3 По крайней мере Если не сильная То хотя бы идея нечем Еф, слон Ф5 Д4 Потому что тут просто Е4 Коня Ф4 До коня Ф4 нет Ну вот Но мой соперник выбрал Самый сильный ход И как ни странно При подготовке я его не смотрел Вообще не знал его существования Ход С5 То есть Выглядит коряво Белые поля ослабляются Но таким образом Черные не пропускают Д4 И это Достаточно неприятно Потому что приходится Изобретать какой-то другой план Я сделал ход G3 Неплохой Ну Сильнейший Скорее всего ход И вот на коня Ф6 Как раз вот здесь Сыграл не лучшим образом Потом уже После проверки с компьютером Ну Со своим мозгом Я убедился Что самый сильный Здесь слон H3 Теперь на ФЕ Просто слон БЦ8 Брать меня нельзя Это слон БЦ7 Поэтому ФС8 ДЕ Ну и в белых Небольшой Но стабильный перевес За счет Контроля На пунктах Д5 При размененных Батолопольных слонах Ну если Черные каким-то образом Пытаются удержать Пешку на Ф5 То Можно просто выбить И Сыграть Два Конечно Четыре Тут уже начинается проблема С ФЕ7 Доналя И потом Ф4 Черные могут Просто Не унести И гостей Не собрать Поэтому Слон 4 Влосемь Я сразу Слон G2 Мне кажется Что Совсем Перевес Это не выпускает Но Послабее Конь C6 Доналя Слон G7 Конь H4 То есть Если белые Играют Как-то Ну Просто Б3 Или заканчивают Развитие Как-то Слон G2 То Черные На самом деле Умеют Террорный шанс Получить Перевес Потому что Какая-то Смесь Голландки Строндифики Черные Все провели А белые Поставились Очень глупо В общем-то Ну видно Поэтому Надо что Делать Сразу Конь H4 И ход Правильный ФЕ ФЕ Конечно Не очень хочется играть Но Просто Нет другого выхода К сожалению Опять же На G6 Можно взять Ну Любое Взятие Пойти на На G4 Например Белый Большой Перегрест Это надо брать А И вот Еще один Такой момент Что вместо Вдолля Можно Лос-Раб Сраб Сраб Конь H4 Среди На G4 Ответить Конь Е4 Но Как ни странно После Слон Е7 Из-за Белых Ничего Конкретного Не находится То есть Казалось Шаг Шаг Ну а здесь Компенсации Явно Недостаточно Фигуры Не хватает Ну и Никакой Здесь серьезной Атаки У Белых Тоже Что Пласс Солом Д5 Крэйл Всегда Ратует За атаку Но Нету Да Печально Да Ну то есть Еще Надо дать Пару Тэпов У них Пуста Личная Фигура Скажется Обидно Поэтому Два нольда Вместо КНH4 Тоже Наверное Правильно Раз Нед7 КНH4 ФЕ Опять же КНH4 Тут ничего Не дает То есть Можно даже Ну в крайнем случае Два нольда Можно сыграть И Слабо рассматривать Это смысла Нет Поэтому ДЕ КНH4 Нед4 Сильнейшее Решение А с другой Сторон Логично Такой Пункт Выглядит Неплохо КНH5 Да Ну и тут Конечно Немножко Удивило На табах Сыграл Сопередник И угрейн Что надо Плэгать Два нольда Видимо Ему не нравилось Что Ответа Сыграет КНH3 Потом На д5 Вечный Получается Ну то есть Этот Конь Приходит А этого Коня Выгоняют Но все Белого Большого Акс тут Нет Скорее всего Партии Спередник Взял Может быть Тоже Неплохое Решение В крайней мере Не исключено Но здесь Конечно Надо было Пойти Влодя Б8 Ну как раз Влодя Б8 Или Два ноля Большой разницы Нет И в ряд Это сильно Хорошие ходы Потому что Ж4 Потом Ж5 Ну и начинается Проблема с Королем С белыми Полями Мне кажется Надо было Просто взять И за слом Б7 Просто Тракировать Так вот Так вот Качество Скинуть Да Я не уверен Что я решил Собо взять Это качество Констанция Выглядит Мушительно Словно 3 еще есть Какой-то Постоянно Я согласен Можно не брать Можно просто Пройти К какой-нибудь Д5 Например У белых Нет проблем Но еще Одной слабость На Д6 Чтобы претендовать На перерез Маловато Ну в партии Было 2-0 И тут я Конечно Сразу Сыграл Ж4 И Позиция Чёрная Начала Портиться Ну Я думаю Ты сейчас Мне уже Начнешь Говорить О том Что Ролик Затягивается Ну Лишняя Лишняя Пешка Нет Нет У меня Причем Материал Поровно Поступила Получше Позиции Д4 Тоже Спортное Решение Но останавливаться На этом Не буду Пожалуй А4 Получить Сильнее Чёрные Получили Некоторую Контро Игру В общем Тоделал Логично Естественные Ходы Но Перерез Уменьшался И тут Я решил Пожертвовать Пешку На Б2 Что В случае Защиты Слон Просто Приходил На Д4 И от Перевеса Оставались Жалкие Остатки Спироник Взял Один Зашла На Е6 Ну По крайней Мере Психологические Проблемы Состоят А по Времени В этот Момент Было Что Примерно Поровну Что Почему После Кроль Ж2 Не пойти Ферзь А8 Например Я Наверился На Это Что Во-первых Это Размен Ферзей Ну А Получше Убел Чуть Тоже Ничего Особенного Конечно Согласен Может быть Белыми Точнее Сыграть Да Наверное Даже Не можем Я наверняка Белыми Точнее Сыграть Суфер За 8 Так Так С угрозой Мата И Что Делать Черным А6 Теперь Только Берем Пешку Тогда Мы Выгодили То Что Ладьяна Е8 Не Приходит Темп У Белых Такой План Ну Накатите Мат Ну И провести Что Небось Ну Да А Черные Будут Пытаться Издавать Контроль Игру Здесь Ну Сложная Позиция Она Убел Получше Может быть Так Стоило Сыграть Объективно Спринято Продолж Минут Десять Сделал Уход Который Мне Очень Трудно Объяснить Логически Видео Он Пытался Препятствовать Сходу Ж5 Сыграл А6 Ну Вот Тут Вот Эту Позицию Мы Приклеиваем Скриншотом К видео И я Задам Всем Интересующимся Вопрос Какова Оценка Позиции После слом Бета 6 И второй Вопрос Какова Оценка Позиции После слом Бета 6 GH Ну И попрошу Повести Вариант Доказывающий Да И Собственно Нажимаете На паузу Посчитаете Тактику Да И сейчас Мы Расскажем Как тут Побеждать Мы Расскажем Кирил Да Обязательно Ну вот Дело в том Что На самом деле Хос Вз 6 Не выигрывает И сильнейший Ответ За черных Это ферзя 8 После чего Получается Позиция Которая Объективно Наверное Примерно равная Но Белыми Играть проще Опять же Тот же Самый план 4 Ж5 Уже Место Двух Осталась Одна Да Но Черные За счет Ладей На бэк 6 Собирают Быстро Создавать Проблемы С ферзером Флангом Поэтому Может Тут надо Просто Ладей 1 Отдавать Эту Отдавать Шах Менять Менять 7 7 Ж5 Сложная Позиция Черные На самом деле Тоже Очень Серьезно Рискуют У них Много Проходных Но Мат Уже Очень Близок Ну Вот Ключевые Варианты Получаются Для оценки Этой Жертвы Не после Ферзя 8 А после Жаш И Переджерти Санавида Врем Парти Думал 40 минут Но Так И не Смог Найти Здесь Самый Убедительный Способ Выиграть Сначала Покажу Тот Вариант Который Я считал Врем Парти Он В общем То Тоже Очень Интересный Неплохой Но Не Побеждает Я Считал Ладебит Д4 Сд Ладебит Д6 Ну Или В другом Порядке Король Ж7 Ф6 Ну Ход Ф6 Не так Легко Увидеть Потому Что Казал Белады Ладью Он Тут Просто Такая Достаточно Редкая Дея В подобных Подобного Типа Атаках Ладья Ф6 Ферзь Ж5 Король Ф7 Ферзь Х5 Все Строго Единственные Ходы Теперь На Король Е7 Можно Просто Забрать На Ф6 Кстати Тоже Достаточно Важный Момент Понятно Что Брать Нельзя Но Кажется У черных Есть Жилочный Шах Однако Неожиданно Ладья Ф3 Черный Гороль Будет Растерзан Поэтому Только Король Е6 Шах Шах Ферзи 4 Ладья Аш7 Мне кажется Что белые Побеждают Потому что Ну В общем После Король Ж8 Ладья А7 Кажется Что защиты Нет Ферзи Угроза Ну В первую очередь Ферзи Угроза Также Ладья А8 Вариантах Может Пройти Ферз Д5 Ферз Ж5 Много Идей До этой Позиции Варьем Партия Досчитал Думал Что Я обыгрываю На самом деле Капитер пишет Ход Ладья А6 На самом деле Ход Это несложный Но За 10 ходов До Если считать Вариант 10 ходов Прет Его можно Не заметить По крайней мере Я не заметил Но Тут Белых Нет Выигрыша Самое Максимум Чего Немного Достичь Это Такая Позиция В самом деле Визуально Кажется Что у белых Все еще Должен быть Серьезный Перерез Потому что Можно Отрогать Ладью Останется Лишняя Пешка Но Оба Хреля Открыты И в итоге Есть большой риск В том Что Ферзи Как-то Поменяется Все Сведется К Ладей На Мэн Шплю 3 На 2 Которые Ничейные Ну Вот На самом деле Белых Был способ Победить Причем В чем На самом деле Даже проще Чем Вот этот Вариант Но В Грэм Партии Я его Не видел Тоже Начинается С Ход Ладь Д4 ЦД Ладья Х6 Король Ж7 Ладья Ж6 Только Вот тут После Король Ж7 Мы Играем Ж5 На самом деле Ход Ж5 Я видел И Идея Связана С Переводом Ферзя На Х5 Видел Нет Заценил Да нет Там Вроде Подмениваются Почему То Я думал Что Есть Ход Ферзя На самом деле Конечно Его нет Потому Что Следоват А6 Король Ж7 И Ф6 Это Такая Коробочка Довольно Неожиданная И Наладя Ф6 Просто Ж Ферзя Ф6 Ферзя Этот Момент Я не Видел На самом деле Не все Так Просто Вместо Хода Ферзя Восемь Черный Есть Более Сильный Ход Ферзя 8 Который Мне Тоже Не Нравился Вм Партии Хочет Скинуть Ферзя За Ладью Да Однако Тут Белые Побеждают Очень То есть Если Сейчас Белые Пытаются Продолжить Твой Маневр Тогда Уже Можно Обойти Ферз С6 И Это Не Коробочка Потому Что Есть Ход Король Ж 8 И Ферз Не Контролирует Поле Ж 8 Но В этом И Можно Сразу Сильнее Наверное Но У Белых Есть Другой Способ Выигрыш Который На самом деле Мне Ферзя Ухватило Чтобы Отказаться От Варанта Здесь Выигрыш Я тоже Не Видел А Он Есть Так Ферз Д4 Ферз Е5 Ф6 Иначе Ферз Е4 Ладья Ж6 И Ферз Попадает На Седьмой Горизонталь Диабет Ф6 Ферз Е5 Де Диабет Ф6 Если Ладья Уходит То Это Выигран Ладей Нелегко А Если Высмотреться К Ферз После К Б Ф6 То Видно Что Белых Отдаленная Проходная Поэтому Они Достаточно Легко Убеждают И Как Ни Странно Этот Пешный Эншбаль Это Единственный Способ Выигрыша В той Позиции По-моему Довольно Забавно Ну Пишите В комментариях Нашли ли Этот Вариант Пишите Какие-то Другие Идеи По-воду Того Как Белым Получать Перевес Ну Компьютер Прямой Выигрыш Видит Только Вот Только Что Рассмотрено В варианте Так Отлично А как Закончилась Партия Партия Закончилась Очень Прозорично Банально И довольно Странно Если честно Потому что В партии Было сыграно В основном Это А6 Было сыгран Ход Смысл которого Понять Просто Масмертно Очень тяжело Это ход Ладья А6 Сможешь Не объяснить В чем идея Эта Вход Напол на пешку А2 Защищенную Заранее Напол на пешку А2 То есть Пожар Короля Атакует Никого Не важно Нет Вообще Не важно Мало На самом деле Получается Варианты Из которых Мы смотрели Только намного Ухудшены Здесь прямой Выигрыш Ладья Бьет Д4 И Сд Смож Г7 Король Г7 Ладья Ж6 Теперь Если Король А8 То Ферз Д4 Ну Просто Надо давать Ладью И там Безнадежно Если Король А7 То Довольно Неожиданно Ладья Ушла С поля Б6 И теперь Есть Вот такой Длинный Шах Ну И Ферз Переходит На 200 Сдался И Турнирное Положение Немного Улучшилось Да Ну А на этом Наверное Всем спасибо За внимание И До новых встреч Продолжение следует